И звучит буквально так. Аллах – свет небес и земли. Его свет точно ниша, в ней светильник, светильник в стекле, стекло точно жемчужная звезда. Зажигается он от дерева благословенного маслины, ни восточной, ни западной. Масло ее готово вспламениться, хотя бы его и не коснулся огонь. Свет на свете. Вот этот образ Бога, который является светом, он воплощен в этой лампе, которая сама по себе лампа, и просто лампа освещает путь свет. С другой стороны, это символ того божественного света, который не сходит на людей. Это та символика, которая в разных видах воплощается в этих религиозных сооружениях и в мавзолеях. Мавзолеи по всему мусульманскому миру были, сейчас существуют, хотя ваххабит, извините, ваххабит – такое вражеское название, ваххабиты себя ваххабитами не называют, строгие мусульмане не принимают мавзолеи и поклонения святым. Не менее мусульманскому миру существует, вот у нас есть на листе рукописном, скорее всего, изображение гробницы имама Али, там действительно его гробницы, и сооружение, которое похоже на те минареты, которые на самом деле там были до реконструкции мечети. И вот внизу такая золотая решетка – это кинотав, это вот верхняя часть, под которым находится погребение. И вот там история, такой черный, такой злой человек убегает, это какой-то враждебный тип, пришел в мечеть, и двумя пальцами с огнем, которые появились из вот этого кинотафа, он был изгнан. Два пальца с огнем – это как бы напоминание об этом двухстороннем, двухлезвиваемом мече Али, иммунити Зульфикар. Там такие мечи действительно есть, когда два лезвия меча – это такое особое мастерство ковать. И вот такой волшебный меч, он был у Мухаммада, потом он перешел к Али. Вот такое изображение в мавзолее, и другие многочисленные изображения в миниатюрах. Вот мы уже переходим к миниатюрам, и здесь, ну, такие несколько категорий, сооружения, которые изображены, и истории, которые вокруг этих сооружений происходят. Дело в том, что художники – это одна из особенностей этих миниатюр. Архитектуру, мы ее воспринимаем всегда как что-то пустое, отдельное, да, на картинках, кстати. Они сейчас ее населяют людьми, буквально человечками, и оживает это все совершенно неожиданным образом. И вот в мавзолее священное издание видели, идут, идет город. Все это иллюстрации в поэзии, иллюстрации к поэмам Низа Миса Ади, к наставлениям царям. Ну вот одна из миниатюр – драков в городе, городская лавка. Вот присмотреться, посмотреть, их нужно внимательно очень рассматривать. Вот изображен город, улица, мы видим очень интересные варианты дверей, которые сделаны, галерея, особые характерные признаки архитектуры в этой галерее. И тут же происходит сцена. Вот лавочник дерется с каким-то вроде прилично одетым человеком, что-то они не поделили. Персики валятся на пол, кто-то их успокаивает, кто-то, наоборот, подбирает эти падающие персики. Торговец хлебом, наоборот, отодвинулся и продолжает себе торговать у него, так сказать, свои дела. Вот эта городская сценка, помещенная в городскую архитектуру, и вот такая жизнь оживает в глазах людей. Вот, может быть, самая главная миниатюра здесь у нас – это миниатюра из иллюстрации Шах-Наме. Шах-Наме – это знаменитый эпос иранский, древний иранский, который был написан, воплощен в новую форму уже в мусульманское время Фердоуси, история древних царей всего на свете. Было много рукописей, их очень любили иллюстрировать, и знаменитая рукопись Шах-Наме была переписана большим количеством переписчиков для Шаха Тахмаспа, вот такой софивитский шах иранский. И это рукопись считается самой величайшим шедевром персидской миниатюры. У нее трагическая история, ее купили, нашли, купили, везли в Европу, разодрали на кусочки, продавали по кусочкам, теперь во всех коллекциях есть, собирать. Причем уже европейцы – это такой один из больших упреков – уже коллекционер европейский, его семья для того, чтобы заработать деньги, разодрала цельную рукопись на отдельные страницы, такое хорошее варварство колониальное. Ну, как бы это ни было, это блестящее совершенно произведение, удивительное качество рисунка, композиции, всего. Вот здесь история про червя. Девушки ткали и плели шелк, да, и одна стала подкармливать червя, который там был. Подкармливала яблоком, и червь этот вырос. И стал всякие блага делать этой семье, а потом так уже и червь вырос очень большим, и земля стала слишком богатой, да, как бы получился некий налог на роскошь. Червя убили, и они тоже, так сказать, все опустились в нижнее состояние. Там это всякое нравоучение о том, как слишком богатым становиться нельзя, если тебе это не предписано Богом. Дело не в этом. Округом город, совершенно замечательный город, стены, башни, мечеть, минарет, на котором Муэдин призывает к молитве. За городом люди собирают дрова, везут их на ослики в город. И вот там собирают, вот здесь их везут на ослики. Вот лавка, где торгуют. Причем лавка, так сказать, как бы выдвинута, как бы суперобратная перспектива, как такая картонная декорация сбоку от города. Вот вся такая жизнь, которая как будто бы не имеет никакого отношения к всем этим нравоучениям, к тому смыслу, который есть в книге, но это работает так, как кино, которое 25-м или каким-то кадром внушает человеку то, что вообще прямо, может быть, и не сказано. Дальше дворцы. Вот в этих городах есть дворцы правителей. И здесь есть другая рукопись, прямо рукопись, уже не отдельный лист, из Шах-Наме, про правителя иранского древнего правителя Кайковуса, который из своего дворца летит на небо. Тут тоже история такая назидательная. Ему захотелось, или ему внушил шайтан, что он может взлететь на небо, если вскормить маленьких орлов, которые, когда подрастут, его поднимут наверх. Ну, известная история, она есть с Александром Македонским, мясо как-то прикрепляют к орлам, так, чтобы они достать его не могли, они рвутся за ним, рвутся вверх, и, пытаясь его заглотить, поднимаются наверх. Так многие пытаются подняться, никогда у них ничего-то не получается, в частности, у Кайковуса тоже не получилось. Он взлетел и потом упал, разбился. Но дело тут совершенно не в этом. Он летит из дворца. И вот здесь любовно разрисованы все детали дворца, высокие такие узкие колонны, ниши, открытые помещения, закрытые помещения, вот это все переплетение открытых-закрытых помещений. Такая особенность мусульманская архитектура, мусульманских дворцов, и вообще помещений, где это сочетание открытого воздуха и закрытых зданий всегда есть. Есть изображения города, которые становятся очень такими мистическими порой. Вот есть еще один лист. Там история про мусу Моисея. Опять научительная история. Он нашел какого-то закопанного в земле человека, тот ужасно мучился, говорил, помоги мне. Тот помолился за него, тот, в общем, спасся, стал жить нормально. А потом он увидел, как его ведут стражники, потому что на самом деле был джулик и бандит, и он какие-то преступления совершил, и, в общем, зря тот его спасал. А сверху, как бы, разделена миниатюра на две части, стоит город. Никакого прямого отношения к истории не имеет, но город пустой, совершенно пустой. Нет ни одного человека, и, в общем, есть такое подтолкование, ощущение, что это такой некий символ бренности мира, такой пустой город, города, которые пустеют. И другой пустеющий город, его персидской рукописи, чудно, где рассказывается о путешествиях одного героя, о любви этого героя. Вот он путешествует, и он находит волшебный город, Иром, построенный в Аравии, царем Шардадом, такой, ну, у пустого города, на четырех башнях стоят такие флюгеры, воинов, которые поворачиваются туда, откуда идет враг. Ну, понятную историю, мы все знаем, золотой петушок. Такие флюгеры действительно, ну, не на врага направлены, а на ветер были в Багдаде, основном халифом Мансуром, это тоже описано. Здесь, правда, эти флюгеры оживают, когда этот герой попытался войти в город, то полилась из них вода, его чуть не утопили. Но все обошлось хорошо. Вот такая занимательная история переплетается с какими-то мистическими символами, среди которых выступает и архитектура. Сады. И для ислама сады – это особая вещь. Рай описан в Коране как сад, именно как сад с водой, с тенью. И здесь есть некоторые, у нас и большие изображения уже позднеиндийские садов. Вот один прекрасный большой сад, который состоит из разных дворцовых сооружений, которые перетекают в растения. Дальше река. Женщины сидят на переднем плане, где-то там далеко за рекой люди охотятся, кто-то там от крокодила спасается. В общем, много разных таких деталей. Но в середине – это раскинувшийся в перспективе большой сад с разными постройками внутри сада. Вот такие постройки внутри сада, они характерны. И есть миниатюры изображающие сцены. Там мудрец беседует с правителем, или просто люди беседуют с мудрецом. Главная фигура всегда сидит в таком местечке. В саду просто сидят люди. Есть изображение сада, в котором сидят разные фигуры. И даже непонятно, что они делают. Как-то говорят друг с другом. Это такая благодать, такая райская, где сидят и ведут друг с другом разговоры. В садах бывают и пиры, или просто такие трапезы, когда люди вроде что-то едят и пьют, но не гуляют, а при этом, видимо, ведут какие-то серьезные разговоры. Есть в связи с архитектурой всякие такие мрачные нравоучения. Вот тут есть легенд о древнем Иране, история про замок Хаварнак. Это был замок Хаварнак, принадлежавший лохмитскому арабскому царю Мунзеру и потом Ноуману. Архитектор построил дворец, несколько лет строил, и правитель заплатил ему денег. Очень много заплатил денег. Больше, чем тот ожидал. И тот сказал, архитектор, длинный язык, говорит, вот если бы я знал, что мне столько заплатят, я бы построил еще лучше. Правитель понял его правильно, значит, этот человек может построить еще лучше, чем он построил. В таком случае надо, чтобы он этого не сделал. Его скинули с дворца, с башни, и он погиб. Ну, известная история, что архитектора надо уничтожать, чтобы они лучше не построили. Здесь вот среди того, что мы встречаем, есть большая картина, изображающая фрукты. И сбоку фазан, и кролик бегают, подбираются к ним, еще не могут подобраться. Дальше изумительный сад. Все красиво. А дальше расшифровка того, что означает эта сцена. Не я придумал. Там башенка, на ней Муэдзин призывает к молитве. Полумесяц виден, и все так смеркается. То есть это вечер дня в месяц Рамадан. Вот люди постятся до того момента, когда станет темно. Как станет темно, вот этот лунный серп выйдет, все, можно уже есть. И вот это приготовлена пища для вот этого праздника, Рамадан, когда люди после поста могут прийти. И фазан, и кролик, это такие символы, ну, вот этого вожделения, тех слюнок, которые текут, когда вот сейчас будет прерван пост. Вот и очень красиво, и так, я думаю, эмоционально очень интересно. Правильно. Картина, говорят, у Агахана висела в столовой. Вот об этих ощущениях, которые можно прочитать на картине, я написал в моем предисловии и мои коллеги к этой выставке. Говорят, знаешь, он теперь, когда прочитает, а мы дали ему прочитать его предисловие, он обратно повесит в столовую эту картину, потому что она действительно так подходит, и в ней так много выражено. Ну, вот такая живая жизнь, это сочетание живой жизни с разной символикой, с пустыми городами, киосками, садами, которые являются раем или символом рая, образцом того, как должна быть жизнь. И то явление бумажной архитектуры, которая сейчас очень характерна для мира, для искусства, когда люди рисуют, не просто остается что-то нарисовано, что не построено, а рисуют для того, чтобы, может, когда-то быть построено, а может, нет, такие мечтания, которые должны были что-то сказать через этот вид людям. И часто должны были сказать примерно то же, что говорят сады на мусульманских миниатюрах, что вот, смотрите, как хорошо, если в жизни не так хорошо, но вообще-то может быть хорошо, может быть рай, может быть, и, в частности, рай может создать художник. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова